Всем привет, с вами Голос за кадром и канал Мазда Милит, колхоз наше все. Недавно я залез в интернет и нашел очень интересную цену наше правое крыло на наш автомобиль. И стоило оно 1463 рубля. Я просто обалдел от того, какая цена на него была. Потому как ранее было обнаружено, что цена была не менее 3500 рублей. Но мне удалось поймать цену, как это иногда бывает в интернете, когда туда-сюда они скачут, именно за 1400 с копейками рублей. Но приобрел я его по факту за 1200 с копейками, потому что у меня на счету денежка лежала. Вот обратите сейчас внимание на то, сколько стоит сейчас это крыло. 5135 рублей с доставкой 15-16 дней. Мало того, аналог, а реальная цена, фактическая цена может доходить до 40 тысяч рублей. Поэтому смотрим и наслаждаемся. Смотрим, что у меня новенького появилось. Обратите внимание вот на эту штучку. Это называется крыло от автомобиля Mazda MPV. Здесь один нюанс. Это от правого кузова. Вернее, от леворульной. Здесь получается дырочка от антенны. У нас слева стоит на праворульных, у леворульных справа. Показываю. Цена, конечно, на это крыло смешная. Вот такое вот интересное крыло. Сделано в Тайване. Написано, сколько килограмм. Вот его каталожный номер. Кому интересно. Самое интересное, другое. Сколько запчастей не покупаю, почему-то идут они через EMX. Многие вот с такой вот наклеечкой. То есть, видимо, какой-то неликвид или еще что-то. Или как-то они там, не знаю, взаимодействуют с моим магазином. Но очень много запчастей с EMX. Хотя я покупаю практически все в Юлсане. Ну и приехало это крыло у меня в Питер из Волгограда. Такие вот дела. Сейчас откроем. Посмотрим, что внутри. Крыло в трансплантировочном грунте. Это крыло было куплено за смешную цену в полторы тысячи рублей. Но сейчас оно стоит по цене практически 5 рублей. Может из-за того, что я последнее крыло забрал. Может из-за того, что больше таких нет. Но доставка, по-моему, там сейчас 15 дней что ли. Такая вот накраска тут интересная. Дырочка для антенны. Крепление. Здесь чуть-чуть подмяли. Но это не важно. Кому интересно, кто вдруг будет брать не бушные, а именно с завода. Установлю на машину, покажу, как это все будет выглядеть после покраски. Красить будем сами. Здесь чуть-чуть подняли крепление. Но это тоже. За такую цену смешную. Это просто находка. Не знаю, на каких складах оно лежало и сколько времени. Но цена заманчивалась. Вот наше крепление. Вот крепление к кузову, которое у меня практически на нет. Испортилось. Вот это вот тоже очень сильно испорчено из-за ДТП. Здесь все ровненько, хорошо. Здесь тоже ровненько. Проверим транспортировочный грунт. Смывается нет растворителем. Если не смывается, прям по нему будем наносить свой грунт и красить в домашних условиях. Не хочу тратить 5000 рублей на то, чтобы красили мне это крыло. Попробуем сами все сделать и сотворить. Все, всем спасибо, всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok